ребят всем привет всем привет всех с наступившим новым годом всем в новом году только удачи короче всех с праздником сегодня у нас 4 января едем сейчас на рынок посмотрим что у нас с ценами новом году подешевели машины не подешевели поднялись в цене ну и делим внимание сделаем небольшой обзорчик на гибриды большей части наверно на хонды посмотрим что на светами сколько не стоит вот и хочу напомнить не забываем подписываться на наш канал ставить лайк писать комментарии скоро у нас будет розыгрыш розыгрыш у нас будет 8 числа 5 человек получат 5 бесплатных проверок автомобилей из каждой по автомобилю условия чуть позже смотрите видео до конца да и еще сахалина прилетел человек александр мы будем выбирать ему subaru forester тоже если получится с ним какой автомобиль в каком состоянии выбрали в общем смотрите дальше мы поехали на рынок зеленым продолжаем делать обзоры зеленого угла по ценам по машинкам сегодня решили сделать небольшой обзорчик про фит и гибридный уже снова поколения пошли они у нас 13 года в новом кузове гибрид вот эта машинка которую сейчас видим это фит гибрид 2014 год полная комплектация то есть он идет уже как раньше были рейсовские фиты это комплектация с с обвесами на литье гибрид него стоит японский спойлер такой спортивный и внутри уже сиденья прошитые строчкой отличается от простых фитов у него черный потолок темный полный мультируль штатная магнитола на которую выводятся все показания автомобиля здесь управление есть на рулем круиз-контроль фит гибрид полной комплектации то есть самая максимальная машина очень интересная достаточно шустрые автомобили двигатель 110 лошадиных сил плюс гибрид 30 к 30 лошадиных сил добавляет машины очень быстрые и далее сейчас откроем посмотрим двигатель я так вкратце просто посмотрим что представляет себя фит гибрид вот гибридный двигатель цена такого автомобиля цена такого автомобиля 725 тысяч следующий автомобиль но рядышком стоит попроще автомобиль это не гибрид то есть это также фит но не гибридный 4вд 14 год цена 680 тысяч пойдем дальше вот это фит шаттл гибрид шли они до 2014 года вот эти автомобили в таком кузове то есть это еще старый кузов переходной тоже гибрид в отличие от фитов которые мы допустим сейчас смотрели гибрид это не полноценный гибрид гибрид на установка и батарея здесь нужно только для того чтобы она его подталкивала где-то особой экономии тоже экономит там но не так как то есть он не едет на этой батарее она только помогает где-то в движении 14 год переходная модель шаттла шаттла на летней резине хорошая комплектация цена 690 тысяч 14 год вот фит тоже красный но комплектация элька то есть в принципе они между собой похожи полностью но у него нет обвесов как в комплектации эльски нету литья стоит простые диски стоят на колпаках тоже летняя резина без ключевой доступ на всех сиденья с кожаные вставками на них уже стоят сенсорные панельки то есть ни кнопочек ничего нету все загорается прикасаешься уже современный дизайн тут также мультируль но магнитола стоит не штатная поэтому управление только звук и переключение режимов магнитолы стоит круиз-контроль он чуть-чуть попроще комплектация у него стоит получается туманки все вот эти ну их уже вот здесь устанавливают противотуманные фары с Японии в основном они приходят без тумана в отличие от Тойот здесь есть отключение антипробуксовочной системы то есть если где-то машина забуксовала вот как на Аквах на Тойотах приусах машина просто становится и уже никуда не едет просто колеса не прокручиваются здесь можно отключить антипробуксовочную систему и машина поедет то есть можно какой-то там два-три метра который не доехал до конца можно просто пробуксовать ничего страшного в этом не будет в Тойотах там отключается вводится все в аварийный или тестовый режим чтобы она проехала здесь уже предусмотрено отключение этой системы здесь четыре с половиной балла ну я так думаю за счет то что аукционник четыре с половиной балла цена этой машины семьсот тридцать тысяч 2014 год тоже линзованная оптика очень хороший свет то есть ночью светит прям очень ярко семьсот тридцать тысяч стоит данный автомобиль ну здесь мы видим акву о ней в принципе будет потом отдельный обзор этого автомобиля многие уже знают этот автомобиль 2014 год цена машины шестьсот десять тысяч стоит она уже на зимней резине уже переобутая шестьсот десять тысяч рублей четырнадцатый год вот еще интересный автомобиль шаттл гибрид 2016 года четыре в д в хондах уже вот в новых автомобилях есть четыре в д стали применять систему четыре в д также у него полутора литровый мотор сто десять лошадиных сил ну и плюс гибрид но этого хватает этой машине чтобы достаточно быстро разгоняться и достаточно как бы ну шустрые автомобили что фит что шаттл у него уже такой интересный кузов то есть это уже кузов новый совершенно новый кузов и раньше покупали вот Prius альфа смотрели здесь уже есть альтернатива приусу альфа который может в принципе на одинаковом уровне с ним даже посоревноваться то есть повторюсь что это уже 4 в д автомобиль он достаточно просторный и по мощности по вообще своим параметрам не уступает Prius альфы тоже машинка на летнем на летних колесах цена шаттла 930 тысяч шестнадцатый год но машина достойная в принципе сейчас эти машины когда уже люди прочувствуют будут раскупать и уже покупают если сравнивать с приусом альфа ну вот 930 шестнадцатый год то приус альфа где-то будет стоить миллион двести миллион сто пятьдесят здесь все равно то есть не дешевая машина но на порядок ниже приус альфа вот еще один фит гибрид но большой плюс этого автомобиля он 4вд комплектация попроще конечно фары у него простые фары галогенки стоят гибрид попроще комплектация закрытый сиденья простые то есть ну простая комплектация но уже 4вд и машины 4вд они ценятся дороже то есть в принципе они на порядок выше чем переднеприводные машины там где-то и на 60 и на 70 до 100 тысяч находится на машин 4вд гибрид еще и в д на летней резине штамповочка стоит по салону они все одинаковые за исключением каких-то дополнительных опций тут есть обогрев переднего стекла обогрев зеркал и обогрев дворников цена водового фита простой комплектации 730000 ну для данного сегмента автомобилей в принципе 730000 это недорогая машина ну сравнительно недорогая цены доходят на водовых фитов до 900000 ну и что могу сказать фиты гибридные они конечно у них зависит все многое зависит от комплектации автомобиля то есть вот такой фит простой передний привод можно приобрести за 670 за 660 тысяч ну и чем комплектация лучше соответственно цена цена из-за этого складывается ну и большое значение имеет пробег автомобиля пробег автомобиля и аукционный бал автомобиля какой балл имеет аукционник соответственно чем больше выше балл будет и машина дороже то есть чудес не бывает чтобы приехал там с хорошим аукционником с пробегом там 30 или 40 тысяч машина будет стоить дешево закрывать вот этим да закрывай сейчас вот эту посмотрим да салон комплектация цена вот 750 тысяч тоже фит гибрид 2015 год 4вд цена машины 750 тысяч тоже стоит машинка на летней резине на колпаках вот здесь открытая она можем посмотреть салон тут у нее также отключается антипробуксовочная система есть еще такая функция то есть при вот зеркала автоматически складываются машину заглушили зеркала автоматом сложились ну тут простой руль нет управления не кнопочками то есть в принципе комплектация простенькая но она 4вд гибрид расходы этих машин гибридов вот фитов порядка 5-6 литров то есть это очень экономичные машины ну и повторюсь что они очень шустрые то есть за счет гибрида машина очень достаточно быстро набирает скорость машина своеобразная то есть к ней надо привыкать к ней надо привыкать к езде есть какие-то нюансы именно в вождении фитов гибридов что-то лежит подарки наверное на новый год простенькие сиденья без комплектации простая но за счет того что она 4вд цена автомобиля 750 тысяч а привыкать в чем и тормоза тут интересные то есть пробки где-то начинаешь тормозить и он как-то вот так вот у него бум 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 можно не понимать что это такое потому что стоят электрические тормоза и зарядка гибридная батарея идет именно от тормозов когда мы тормозим батарея скорости здесь здесь стоит робот 7-ступенчатый и когда мы едем на этом автомобиле когда мы едем на этом автомобиле прям слышно как переключаются скорости ну самое интересное что вот едем на какой-то первой скорости и не успела переключиться скорость начинает машина реветь то есть у нее либо сбрасываешь газ и она переключится то есть этого пугаться не надо я говорю к этому к этой машине надо привыкать езде на этом автомобиле нам обратился человек Александр прилетел сегодня с Сахалина утром подобрать ему автомобиль то есть в приоритете был Outlander гибрид либо Subaru Forester вот подобрали вот такой вот автомобиль обратился к ребятам прошли сегодня все возможные стоянки которые можно было просмотрели очень много машин приоритетом было Outlander но все таки выпало мне на Subaru Forester подобрали максимальной комплектации за хорошую цену машины доволен все было супер ну и вкратце смотрите получается вот он сам Forester четырнадцатый год максимальная комплектация то есть он идет с туманки с самовайками ксенон у него идут идут 18 литые диски колеса на 18 он на летней резине поворотники он с камерами при столкновении вот они две камеры на рейлингах рейлинги редкость такая скажем для такого автомобиля комплектация с и даже ключа у нас сейчас нету открыть мы сейчас не сможем ждем продавца задняя дверь у него с кнопки мультируль мультируль у него полный то есть в основном идет управление круиз-контролем управление музыкой редкость подогреваем подогрева передних сидений кнопка икс мод кнопка икс мод электро сидушки машина четырехбальная четыре балла просто так не дают строгий строгий аукцион четыре балла пробег у машин данного автомобиля сто двенадцать тысяч так ребята не забываем про конкурс то есть условия простые восьмого числа вечером по нашему времени с шести до семи то есть восемнадцати до девятнадцати часов первые дозвонившиеся пять человек получат получат проверку бесплатную проверку автомобиля условия еще раз повторю простые нужно смотреть наше видео ставить лайки и обязательно быть подписанным на наш канал об этом мы еще напомним восьмого числа с восемнадцати до девятнадцати часов нашего времени первые пять человек получат бесплатную проверку автомобиля